Ребёнок бросает еду на пол. Не давать ему еду? Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что мы никогда, никогда не будем наказывать ребёнка едой. В смысле, в принципе, думать в следующий раз я ему не дам, я ему накажу, я его накажу. Дело в том, что в современном мире слишком много стрессовых ситуаций, связанных с едой, и слишком даже много психических отклонений, связанных с едой. Это иногда крайняя степень переедания, или булимия, или анорексия. В любом случае, мы, как родители, всегда сделаем максимум усилий, чтобы еда не была никогда стрессовым фактором для ребёнка. Зачем нужно развивать какое-то такое болезненное отношение к еде? Надо стараться, чтобы еда и всё, что связано с едой, было как можно более спокойной, доброжелательной, приятной форме. Никогда, чтобы у него не осталась отпечатка в его восприятии, что это что-то конфликтное, что-то сложное, что-то страшное, что-то непонятное, что чего-то стоит опасаться, остерегаться или, наоборот, набрасываться. И когда ребёнок бросает еду на пол, и речь идёт о маленьком ребёнке, то, как в любой ситуации, которая связана с маленькими детьми, маленькому ребёнку нужно повторять много раз. И мы, как взрослые люди, думаем, один раз нам объяснили, мы поняли, какой смысл об этом говорить ещё раз. Мы, как взрослые люди, никогда не захотим, чтобы нам говорили второй раз, это раздражает. Но мы имеем дело с маленькими людьми, и маленьким детям нужно повторять много раз. Точно так же, как мы не ожидаем от них, что они с первого раза научатся одевать ботинки, завязывать сами шнурки, это требует тонкой координации, правда? Точно так же вещи, которые требуют хорошей манеры, или как вести себя за столом, или как относиться к еде, как проявлять уважение к взрослым и так далее, как собирать игрушки, нужно детям повторять много раз, не ожидать, что они это поймут, им объяснили, они поймут, и с этого момента будут делать это сами всегда до 120 лет. Нет, мы объяснили, и ещё раз объяснили, и ещё раз объяснили, и ещё раз объяснили, и это нормальный процесс, так дети всегда воспитывались. Если мы будем раздражаться, то мы тем самым произведём обратную реакцию, это станет конфликтной ситуацией, каждый ребёнок будет всё больше упрямиться, ребёнок будет всё больше раздражаться, и тогда то, что называется игра сил, и противостояние, никогда не следует вводить отношения с ребёнком к противостоянию. сил никогда, но ребёнок бросает еду, естественно, что это недопустимая вещь, поэтому берём ребёнка за руку, подводим к идее, говорим, еда должна быть на столе, возьми, положи это на стол. Если вы говорите в достаточно дружелюбной форме, он возьмёт и это положит, и даже если он не хочет положить, вы берёте это сами, с пола поднимаете, и говорите, мы кладём еду только на стол. Ещё раз, мы кладём еду только на стол, без всяких комментариев. В следующий раз, когда он опять бросит, вы говорите, еда на стол. Чем меньше говорить, в принципе, тем лучше. Всегда много-много-много слов, лекции, они вызывают неприятие. Еда на стол, улыбка, молодец. Всё, и закончили тему. Бывает часто, маленькие дети, и то, что они не допили, не доели, кусок печенья или хлеба, или чего-то, там они суют в руки родителям. Ждите, зачем ты это мне сун в руки, мне это не надо? И ребёнок не знает, что там делать. Он уходит, ходит, ходит, потом бросает это на пол. Есть такой момент, что маленькие дети, то, что они получили, возвращают в те руки, с которых они получили. Надо это взять, поблагодарить, спасибо, и сказать, а теперь мы кладём на стол. И ещё раз, а теперь мы кладём на стол. И так не бойтесь сказать это маленькому ребёнку 10 раз и 20 раз, потому что так он учится в спокойной обстановке, нормальной, он учится быть взрослым человеком. Всего доброго.